Помощь сиделке, присмотр за детьми или социальное такси. Эти три направления стали доступны для заказа потребителям социальных услуг всего в несколько кликов. Во всей Югре, правда пока в пилотном режиме, внедряется новый портал. Проект социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан направлен на повышение качества услуг и к доступности. Зарегистрироваться в реестре может любой поставщик со всего региона. В данном случае, если мы говорим именно о реестре, который будет работать через портал социальных услуг, вот именно этот портал, то могут быть и физические лица, лица, которые самозанятые, индивидуально, то есть все формы юридических лиц, и в том числе и физических лиц. Первое, что отмечают специалисты Управления социальной защиты населения – удобство. Вы можете из Сургута заказать, например, социальное такси своей бабушке, которая находится в Нягоне, и дистанционно расплатиться с поставщиком. Вместе с тем, контроль за теми, кто вносит свои данные в реестр, нисколько не меньше. Ответственность за исполнение электронного контракта такая же, как и бумажного. Регистрация в проекте «Уберизация социальных услуг» занимает всего 10 минут. Необходимо пройти авторизацию на портале социальных услуг с использованием подтвержденной учетной записи портала государственной услуги. Внести публичные сведения о своей деятельности, и чем подробнее сделает поставщик, тем это лучше. И добавить оказываемые услуги, которые поставщик может оказывать. При этом электронная цифровая подпись, или как ее называют, ЭЦП, не нужна. На портале можно найти контакты для помощи. Специалисты техподдержки разберутся в любом вопросе и помогут пройти регистрацию, если это необходимо. Впрочем, поскольку портал пока работает в тестовом режиме, иногда случаются незначительные сбои. Так как портал находится в тестовой эксплуатации, сбоев таких глобальных нет, работает стабильно. Есть небольшие еще недоработки, недочеты, но они исправляются. В ближайшее время будет все исправлено и будет все работать, как задумано. На данный момент на портале social86.ru можно получить только три услуги. Напомним, это социальное такси, няня для ребенка или сиделка для тяжелобольного человека. Однако, по заверениям специалистов Управления соцзащиты, вскоре реестр возможностей нового проекта будет пополняться. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов, Сургут, Интерновости. Крепко времени присмотрят за детьми.